Здравствуйте, меня зовут Самойленка Наталья. Накануне 23 февраля мой юный коллега и друг Дмитрий, наш милый ушастик, снял ролик, где предлагал все возможные варианты подарков на 23 февраля. Я так поняла, таким образом он намекал Любе, что бы он хотел получить в этот день. Я тоже решила воспользоваться служебным положением и попросила ребят снять два ролика. А то, что бы я хотела получить на 8 марта. Сегодня и завтра поздравительные праздничные сюжеты. Внимание! Всем добрый день! Грядут праздники и хочется приготовить для своих дам что-нибудь вкусное. Мы, мужики, как правило, сильны мясными блюдами. Мы можем пожарить на природе шашлык, пожарить мясо, сварить сосиски или пельмени. А вот с выпечкой как-то у нас туговато. Поэтому предлагаю заполнить этот пробел и испечь пирог. Пирог этот называется Бакалия. Это мой семейный фамильный рецепт, который еще пошел от моей бабушки, передался моей маме, а потом мне. Помнится, в свое время пек его на 8 марта девчонкам в классе. Они были довольны. Для создания данного пирога нам понадобится стакан цукатов. Я для этого взял ананас с нарезанными кубиками и папайю. Стакан изюма. Граненый стакан грецких орехов. Стакан кураги. Стакан муки. Стакан сахара. А также специи. Это ванильный сахар и мускатный орех. И еще понадобится щепотка соды. Сначала берем грецкие орехи и режем их. В принципе, не очень крупно, но и не очень мелко. В пироге они должны чувствоваться. Если нарезать их стружкой, то орехи, они пропадут. Поэтому тут лучше, наверное, даже не дорезать, чем измельчить. Не знаю, кому как, у меня способ такой. Что-то вроде маленькой гильотинки. Конец назад сжимаю большими пальцами. И делаю такие давящие движения. Вверх-вниз, вверх-вниз. Так, ну вот. Орехи мы закончили. Затем мы режем курагу. В принципе, тоже не мельчим. Примерно вот так. Так, делим курагу сначала на три бруска. А потом эти бруски режем вот на такие кусочки. Я беру, как правило, по три штуки. Тут главное следить за пальцами. Чтобы они остались в целости и сохранности. Ну вот, курагу мы закончили. В принципе, можно было бы войти только ананасами. Но чем больше ингредиентов, тем более интересный и многообразный вкус. Я еще взял папайю. Можно, конечно, ее купить тоже нарезанную кусочками. Но как-то уж привык ее тоже кромсать. Тоже не мельчим. Чем крупнее куски, тем лучше они будут чувствоваться. Ну, папайя у нас тоже готова. И мы ее перемешиваем с цукатами. Так, небольшое дополнение. Как принято говорить нынче лайфхак. Чтобы изюм, цукаты и курага не слипались, мы добавляем туда примерно по столовой ложке муки. И так, совершенно номинально, чуть-чуть перемешиваем. В принципе, этого достаточно. Но это, в общем, сослужит неплохую службу. Вот. Ну все, все ингредиенты готовы. Можно начинать основную фазу. Далее нам понадобится кастрюля, в которой мы будем, соответственно, все это перемешивать. Берем яйца. Далее сахар. И начинаем потихонечку это все перемешивать. Примерно до однородной массы. Так, яйца с сахаром перемешали. Добавляем грецкие орехи. Ничего не оставляем на стенках. По часовой стрелке или против часовой. Мешаем. Так, все. Орехи с сахаром и яйцем перемешались. Добавляем немного муки. Так, примерно 2 столовых ложки. И продолжаем это дело перемешивать. Опять же, до однородной массы. Сразу всю муку сыпать не стоит. Потому что до единого коэффициента это будет очень сложно замешать. Вернее, не очень сложно, а просто сложнее. Потом добавляем изюм. И продолжаем процедуру. Добавили изюм. Размешали до однородной массы. Опять муки. Добавляем курагу. У меня сейчас становится все более сложнее. Но никто не говорил, что будет легко. Опять мука. Вот где качаются руки. Тренажерный зал. Так, отлично. Масса опять однородная. И добавляем цукаты. И высыпаем остатки муки. Так, в общем, почти готово. Осталось добавить мускатный орех. Мускатного ореха мы добавляем, ну, примерно на кончике ножа. И далее, не откладывая, делая долгий ящик, также добавляем ванильный сахар. Опять берем нашу волшебную лопатку. И напрягаем мышцы. Это все перемешиваем. Добавляем соду. Тоже так, немножко на кончике ножа. И перемешиваем, и перемешиваем. Основа готова. Теперь нам понадобится форма для запекания. Вариантов уйма. Можно силиконовую форму. Можно какую-нибудь, там, с тефлоновым покрытием. Желательно ее, конечно, проложить пергаментом или фольгой. Либо форму со снимающимся дном. В данный момент будем использовать именно ее. Желательно перед этим смазать форму маслом. Вот наша форма. Я предварительно мазал ее маслом. И теперь мы выкладываем на нее наш пирог. Предварительно нам нужно будет духовку разогреть примерно до 200 градусов. Духовки, они, как правило, разные. Я этот пирог готовил и в газовой духовке, и в электрической, и в духовом шкафу, так называемом. И каждый раз приходилось, конечно, очень сильно бдить. Потому что непонятно, как он поведет себя на новом месте. Поэтому желательно, конечно, следить за приготовлением пирога в течение всего процесса, поглядывая. То иногда выставляешь привычную температуру, те же самые пресловутые 200 градусов, а пирог подгорает. Или наоборот, 200 градусов не хватает. И надо температуру увеличить. В среднем где-то уходит на приготовление в духовке этого пирога час. То есть он может быть и повыше, и пониже. Все зависит от формы. Чем меньше форма, тем, соответственно, выше пирог. Но он все равно пропекается вполне себе нормально. О, вон наша духовочка. Дает о себе знать. Ничего не оставляем. Все соскребаем со стеночек и со дна кастрюльки. Готово. И теперь равномерно распределяем по поверхности. Выставляем температуру 200. 200 снизу. Таймер. Час. Ну, час опять же это условно. Так что в процессе придется поглядывать. И старт. Ставим наш пирог в духовку. И закрываем крышку. Все, ждем. Так, прошло полчаса. Заглянем, посмотрим. Духовочка ранее не пользованная, поэтому не знаю, как с ней обращаться. Ага, отлично. Все идет своим чередом. Подождем еще слегка немножко. Так, ну, прошло 38 минут. Ага, да. Судя по внешнему виду, он выпекся. Берем палочку и проверяем. Не налипает. Значит, готов. В этой духовке понадобилось фактически 40 минут, не более. И теперь ему надо дать немножко остыть. Я всегда стараюсь дождаться того момента, когда он кое-где чуть-чуть-чуть сверху подгорит. Самую капелюшечку. Где-то он подрумянился, а где-то он уже так конкретно загорел. Но это только говорит о том, что он готов. Накрываем его тряпочкой и ждем, пока он остынет. Так, пирог мы достали, извлекли из формы. Он у нас уже подостыл. А вот мы, собственно говоря, его разрезаем. Волнительный момент. Вот он наш пирог. Исходится паром. Вот он пропекся. Это наши все ингредиенты. Цукаты, орехи. Все видно. Запах. В общем, приятного аппетита. В общем, наш пирог готов. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал Европлант. Ставьте лайки. Если кому-то пирог понравится, если кто-то решит его приготовить, пожалуйста, оставьте свое мнение. Мне было бы очень интересно. Спасибо. До свидания. Дим, будешь пирог? Ну, давай попробуем. Ну, и все. Ну, и все. Ну, а так, в общем. Годно. Я не люблю изюм, но вкусно. Иди сюда. Был, кстати, интересный эксперимент. Взяли цыпленка и запихали его под колбу. Звуконепроницаемую. Курица видела цыпленка, но его визги она не слышала. И как-то она не реагировала. А потом на цыпленка надели колпак непрозрачный. Но курица слышала писк цыпленка, и она пыталась этот колпак сбить, чтобы цыпленка освободить.